Здравствуйте дорогие друзья. Нас сопровождает сейчас все, что мы взяли от Рошашана, от Йом-Кипура, от Сукова, от Симха Тор. Все это мы собрали в свое время, все это внедрил в нас каждый праздник по-своему и дал нам вдохновление и новые силы, чтобы мы могли это использовать как следует. И после этого мы предстаем сейчас перед субботой. Самая-самая важная суббота в году. Она называется Шаббат Брайшит. Шаббат – головной начинающий шаббат. И известно хасидское учение, что так как человек себя ставит в Шаббат Брайшит, так будет у него весь год. А ведь главное, все что происходит у нас и чему нас учит Тора, это чтобы мы все провели это в действие. Действие на разных уровнях. На уровне рационального центра нашего, на уровне эмоционального центра нашего, на уровне медот, на уровне хаба, цейхл и на уровне медот. А после всего этого это должно перейти на уровень, пока болея в почке, а почке это уже открывает нам начало действий. Если у человека остается все в голове и не проходит ниже, то это недостаточно, это не в полном здравии. То есть, чтобы правильно и совершенно выполнить то, что нужно выполнить, мы должны обязательно провести это все в действие. И поэтому для нас, для хасидов, Шаббат Брайшит – это очень-очень большой праздник. Потому что он собрал в себе все, что было в седьмой месяц. А седьмой месяц был подготовлен шестым месяцем Элулом. Все это он собрал. И теперь мы с победным маршем входим в Новый год, чтобы дальше победить. Этот год делится на субботы. Каждая суббота поднимает неделю. И каждая суббота вдохновляет нас. А потом мы выходим в буднюю нашу штатную деятельность. И тогда мы правильно взяли путь. Так что давайте, друзья, подойдем к этому вот именно с этой стороны. Давайте подумаем. Ведь Шаббат Брайшит содержит в себе столько интересных тем, что на каждую из них, я уверяю вас, на каждую из этих тем можно говорить и изучать целый год минимум. Если не больше. Например, мы изучаем это всю жизнь. Мой отец, мой дед, мой прадед и так до горы Синай. Шаббат Брайшит – это что-то очень-очень большое. Я помню много, что происходило в Шаббат Брайшит у Любавишской Рэбе во дворе. Это было что-то неповторимое, необъяснимое. Это все мы там видели, как небо сходится с землей. Надо было только иметь глаза. Глаза – это должны быть такие датчики в душе. Они есть в разных степенях. Такие антенны. Для того, чтобы их открыть, мы должны немножко оторваться от материального. Возвыситься, на ступень выше подняться. И тогда мы сумеем что-то почувствовать, что-то понять, что-то новое узнать. Когда-то был очень большой цадок. Он был правнуком Магеда из Мезерича. А Магеда из Мезерича был учеником Балшемтова. И Балшемтов, когда он его, можно сказать, курировал, он сумел открыть ему вот этот секрет, что духовность и материальность, чтобы духовное превратило материальное тоже в духовность. Но, чтобы это не давалось легко человеку, чтобы в нем открывалось все больше и больше духовности, ему ставят препятствия. Балшемтов, после всего, как он передал это Магеду, Магед пришел к Балшемтову совсем-совсем из противоположного лагеря, из лагеря Меснагдим. И среди них он славился как очень большой ученый, талмудист, каббалист и все. И вместе с тем, когда он стал руководить после Магеда, после Балшемтова стал руководить вот этой группой хасидов, и расширил это очень сильно, очень сильно расширил, в два раза больше, чем Балшемтов. Написано, что вот таких крупных учеников, у Балшемтова, больших цадыки, было 60, которые сидели вокруг него всегда. А у Магеда это удвоилось, у него было 120. И из вот этих 120 произошли сегодня все дворы, о которых вы слышите, которые есть Белзиер, Хаббат, Герерхсидим. Все, что вы знаете, это происходит от Магеда, от его учеников. У его правнук, Магеда, его звали, был большой, большой цадык, очень большие чудеса он вершил на Украине, и в Польше, и где только нет. Срол Руженер. Рабисрол из Ружина. Ружина, это, кажется, городок где-то, либо в Румынии, либо возле... Но он похоронен недалеко от Черновцов, Черновидцы. Черновидцы или Черновцы, как говорят, я не помню, на Украине. Этот Рабисрол Руженер, когда ему было 5 или 6 лет, может быть, 7 максимум, они учили в Хейдере, а в Хейдере изучают также Аллаху, законы, Шулхана Руха. Мало. Немножко, сколько можно детям преподать. И как-то учитель задел про субботу, если человек забыл, что сегодня суббота. Забыл. Он находится где-нибудь в пустынном месте, где нет вокруг него синагог, где нет минианим. Так он должен, так говорит Аллаха, он должен считать 6 дней, отчитать вот сегодняшние 6 дней, а на седьмой принять шаббат, как будто это сегодня шаббат. шаббат. Все. Так он должен себя вести, пока не пойдет, попадет в какое-нибудь населенное место и будет знать, какой аккуратный день получается. И все, учитель пытался продолжать дальше. А он поднял руку, этот ребенок, Рабецол Ружинер, и говорит им, друзья, товарищи, учитель, как можно ошибиться в субботу, принять за обычный день. Ведь в субботу небо другого цвета совершенно. Другой краской крашено. Все из земли посмотрели, Рабецол Рабецол Ружинер, знал, чей он сын, знал, чей он внук. Он сразу понял, что он видит то, что мы не видим. Его антенна немножко выше достает, чем наша. И он видел эти цвета совсем в другой сфере, в другой атмосфере. А эта атмосфера, когда она приходит вниз, она получает вот этот земной цвет, как сейчас. Вот так мы на самом деле сотворены. Когда мы говорим шаббат брышит, прежде всего мы должны понять, что такое брышит. Брышит – это сначала. В начальной стадии Бара сотворил Элуким, это владыка, властитель, Божье имя, Элуким, я говорю вместо Гэй, я говорю Ка, чтобы нельзя нам произносить полный текст, как он пишется. Так, брышит, каждое, все имеет большое, очень большое значение. Все написано обычным человеческим текстом. Естественно, человеческим, когда я говорю, это не значит, что это не был Божий текст, это текст Бога. Всю Тору диктовал Бог. Написано брышит. И тут два момента. Один момент, почему Тора начинается с Бет. Сначала должно быть АЛЭФ, А, АБ, а мы начинаем со слова брышит. Это один момент, который мы сейчас немножечко заденем. А второй момент, он главный момент, о котором я хочу сегодня говорить, что в слове брышит тоже есть два положения. Одно положение это рэшит. Рэшит. Рэшит это опять, это голова, это главное, это начало. Вот эти три понятия можно понять в этом слове рэшит. А как, а что тут дает себе Бет? Прежде всего я вам скажу, что Тора начинается с Бет, а не из АЛЭФ, чтобы вы знали, потому что брышит Бера сначала сотворил, так чтобы вы знали, что вы начинаете отсюда, от Бет, не от АЛЭФ. Мы начинаем от буквы Б, не АЛЭФ. Почему не АЛЭФ? АЛЭФ начинается слово АЛУФ. АЛУФ на современном иврите это генерал. Генерал. А в Талмуде АЛУФ это в Торе упоминается АЛУФ, АЛУФ, АЛУФ ЭДАИМ. все народы, когда начинают перечислять Всевышний, которые произошли от Айсава, у него было очень много генералов, и они упоминаются с полными именами. Так, АЛУФ, АЛЭФ это АЛУФ, какой это АЛУФ? АЛУФО, ШЕЛУЛАМ, это генерал мира. Это генерал всего мира, то есть тот, кто все сотворил, и тот, кто всем руководит, и все зависит только от него, и больше того, кроме него ничего нет. Так, начать говорить о нем, мы все равно не дойдем ни докуда. Поэтому Тора не начинает с АЛУФ, Тора начинает с БЭТ. Все, что мы говорим, мы можем говорить всякие миры духовные, и всякие сферо духовные, это все остается в творении, в создании Всевышнем, это излучение от него. О нем самом Торе даже не говорится. Так вот, это один намек, а второй намек это то, что в Брэйшит имеется две цели. Цели. Как написано? Брэйшит Бара Элоким. Сначала сотворил Всевышний. Брэйшит в начале заложено два смысла. То, что он сотворил и для чего, какая цель, вернее, какие две цели были. В Брэйшит были две цели. Одна Тора, вторая евреи. Иудеи. Ради них был сотворен весь мир. Что значит ради них? Ведь вы знаете, они же меньшинство. Евреи это меньшинство. Ладно, Тора, Хоть она тоже во всех науках, что распространились по всему миру сегодня, Тора тоже не очень большое место занимает среди всех людей, которые занимаются науками или религией. Но дело не в этом. Это относится к нам. Мы должны знать, что все народы, которые созданы на земле, и все создание, лежит на нашей ответственности. Мы уже задевали эту тему как-то в Роша-Шана, что в Роша-Шана мы молимся буквально за всех, за все народы. Все основные молитвы распространяются на все народы. И мы это имеем в виду, должны иметь в виду. Не важно, как они к нам относятся, не важно, но они должны существовать. и они отдают каждый отдельный отчет Богу, перед Богом отдают отчет. Они должны себя вести так, как наказал Всевышний. На следующей неделе у нас будет Порошат Ноах, как Ноаху наказал Всевышний. Как нужно себя вести для того, чтобы не было еще раз потопа. Это им дано, у них тоже свой выбор. У нас выбор наш на 613 заповедей выполнять или не выполнять, а у них выбор на 7, всего 7, и они должны это достигнуть, так же, как мы. Но они за нас не отвечают, а мы за них отвечаем. Вот в чем разница. Берешит ради евреев и ради и ради Торы. Так ради евреев я уже вам сказал, и сейчас я перейду дальше. Евреи должны выполнять все заветы. Абсолютно. А прежде все начинается с того, что они должны думать, задумываться, изучать. Изучение Торы по нашему закону, по нашим потребованиям Торы лежит на всех людях, и на женщинах, и на мужчине. Совсем иначе лежит на них эти обязательства, обязанности. Но на мужчине обязанность лежит. Каждые 24 часа он должен заполнить Торы. Иногда это может сказать в том, что он сидит и изучает Тору, а иногда чем-то другим. То есть Тору он изучает, но ему надо идти на работу, потому что Тора заставляет идти на работу. Тора заставляет заниматься чем-то полезным. И если он занимается тем, что Тора хочет, то тогда то, что он учил там утром или вечером, или когда угодно, это сходится ему, сводится все вместе. Знаем, что есть две цели, которые должны действовать параллельно. И мы должны обязательно достигнуть их, потому что для этого прошел у нас сейчас период праздников Роша-Шана и весь месяц. Мы набрали сейчас сил, и с этим мы должны в субботу в эту еще раз и обязательно войти так, чтобы вот как эта суббота у нас закончится в наших внутренних решениях, в нашем внутреннем развитии, так пойдет весь год. А главное, чтобы мы знали, цель всех митвот, это всех указов Торы, это чтобы мы оторвались от материального и само слово материальное ведь это тоже понятие очень широкое. Когда мы строим себе дом, тоже мы занимаемся материальным делом, но дом мы должны себе строить, и этот дом должен быть построен по расчетам материального мира, как нужно на все сто процентов. Потом мы должны использовать этот дом, в этом доме мы должны расставить красивую мебель, мы должны иметь красивых супругов в этом доме, воспитать детей, но на самом деле это все материальное, которое мы превращаем в духовное. В конечном итоге мы вдруг в этом откроем очень большое светлое ядро духовного. Когда мы говорим, что мы должны превратить материальное в духовное, это не имеется в виду, что мы разрушили все материальное. Или с другой стороны, мы же должны понимать все это, а понимать это не так просто, мы должны задумываться над всем, что нам объясняет Тора, как создавался мир, что есть два света, один окружающий, другой заходит внутрь и так далее, и все эти, это бесконечность. И когда мы начинаем задумываться о всем величии Всевышнего, как написано в Шелхана Рухе перед молитвой, надо думать, как Всевышний велик, и что именно перед Ним я стою сейчас, и он наблюдает за мной, и он ждет от меня чего-то. Так можно вот с этими мыслями можно было очень резко и сильно ошибиться, можно было упасть куда-то. А куда могли упасть? Сначала упасть могли в рассуждениях своих, философских, как были многие ученые, которые куда-то заехали. Очень многие ученые, о которых мы знаем, вдруг говорили, пришли к заключению, что на самом деле они так углубились в силу Всевышнего, что пришли к заключению, что все, что мы видим, это кажется нам. этого нет на самом деле. На самом деле этого нет, потому что это же как объясняет все это совсем не так. Это чуть ли не как тень человека. У этого человека есть тень, тень существует, ее нет. Но тут есть тонкая разница. Хасидизм объясняет, что это есть. Прежде всего написано Брайшид Бара. С самого начала Барай сотворил. Значит, это творение. Есть творитель и есть творение. Так про творителя мы знаем. Так значит, есть творение, Брайшид Бара, это в Торе написано. Это не кажется, это не фантазия, это есть мир. Все, как я его вижу, он есть. Но мы должны знать как он есть. И тогда мы поймем, что это может быть есть и на самом деле его нету. А именно, или наоборот, его нету, но он есть. А именно, как мы это знаем. Я слышал от одного известного ученого по хасидизму. Он 40 лет был у Рэбе, у нас называли это Хозрым. Он повторял фарбринген Рэбе дословно. Мало того, что он повторял, потому что в шабах, в субботы и в праздники нельзя было ставить магнитофон. Так он повторял. Это было принято так еще со времен Алта Рэбе. Были, которые повторяли, потом они писали, что они помнят, и засылали Рэбе, и Рэбе смотрел и говорил, это так или не так. У него были вообще чудесные вещи, он мог стоять, было иногда три фарбринген по семь, по восемь часов, когда было два дня, два дня Симхатура, потом сразу шаббат Брешит был. То есть трое сотых были фарбринген беспрерывные, а Рэбе всегда говорил очень глубокие вещи. У него мало того, что его Всевышний одарил большим, большим, большим талантом памяти, он ничего не забывал. Его одарил Всевышний глубоким разумом, глубоким пониманием. Он понимает хасидизм как никто. И он это объясняет, он даже сейчас выпустили энциклопедию, и очень много книг у него, очень интересных, он объясняет интересно. Так вот, он пишет, и говорил, я слышал это от него, он славится тем, что он дает примеры такие, не в брови, а в глаз. Ты берешь камень и бросаешь его вверх, сильно так, со всех сил. Камень летит, 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 а потом он начинает падать. Что произошло? Когда он летит вверх, он стал ходячим, он получил крылья, как птица. что это он полетел вдруг вверх? Нет, он остался камнем, тяжелым, недвижимым камнем, недвижимость так была. А что же он полетел вверх? Это не он летел, это летела сила, которая его толкала. Вот то же самое наш весь материальный мир. То, что мы видим, нам не кажется, оно есть. Но что его держит? Что придает ему форму, какую придает? это находится в нем внутренняя сила Всевышнего леньцов. Вот это Брэшит Бараа, вот это сотворил Всевышний такую формулу, что есть материал, но он полностью зависит от того, кто дает ему эту силу. Я думаю, что это ясно. В Парашат Брэшит, из Парашат Брэшит, когда мы выйдем из Парашат Брэшит, мы должны выйти с тем, что есть мир, который нуждается в той силе, чтобы его толкало вперед, нуждается в той силе, чтобы его сохраняло, чтобы его оставило вот так, как он есть. И вот это зависит от нас, от наших молитв. А кто это мы? Мы то же самое. Мы души, которые одеты в материальность, в материальный физический организм. и вот как у нас душа дает жизнь нашему организму, мы должны то же самое видеть во всем мире. Так и написано, если хочешь познать мир, ты сначала познай себя. Все, что ты найдешь в себе, есть в мире. копии одинаковые, потому что система та же. И вот что мы находим в себе? Мы находим в себе, вот возьмите человеческий организм. Человеческий организм, вот есть руки, ноги, голова, есть все, все, что нужно есть. А если, не дай Бог, человек умирает, и когда он умирает. Не все же умирают от дорожных аварий или на войне. Мы это много видели в Урухашем. Бывают такие случаи, что человек умирает без того, что у него что-то нарушено снаружи. Не попал в него снаряд, не попала пуля, и ничего, и он все. И тогда мы правда не задумываемся, а надо задуматься, что произошло. Почему он был до сих пор жил, и был теплый, и соображал во всем, и двигался, и был вот такой, как человек при жизни. И вдруг он окаменел, и вдруг он холодно, ничего в нем нет, и постепенно, постепенно он разваливается. Между прочим, то, что тело существует, тело, само существование тела, то есть образование тела не происходит от души. Это важно знать. Образование тела имеет свой собственный источник энергии. Это берется оттуда, откуда берутся камни, и вода, и растения. Это на той же самой основе. Тоже не совсем одинаково, но это уже духовный другой источник, не источник от души. Душа дает человеку жизнь вот такой, как он есть. Вот это, скажем, сосуд, вот это, что называется, организм, он получает вдруг тепло и все качества, которые у нас есть. Он начинает ощущать голод, начинает ощущать холод, и так далее, все это движется. Это тоже делится на несколько категорий. Мы когда-нибудь до этого дойдем, я надеюсь, начнем изучать ближайшее будущее хасидизм. Так вот, мы должны все это гнять в себя, со всем этим сжиться, как так сказать, и обязательно, обязательно привести это в жизнь. Что значит привести в жизнь? Мы должны естественно постепенно взять на себя исполнение заветов, потихонечку выполнять их. Каждый завет дает тебе какую-то жизнь, обязательно какая-то энергия, которая оживляет тебя. И так это продолжается. И с Божьей помощью мы выполним все заветы, пока вот начиная от этого шаббат брышит и дальше. А каждый человек должен уметь оценить, что брать на себя, сколько он может, сколько он не может. Ни в коем случае не ломать себя, ни в коем случае. Это самое страшное, что может быть. Ломать себя это не иудаизм. Так вот, значит, когда мы вышли вот с такой подготовкой из шаббат брышит в мир, и мы хорошо помним, что мир создан для нас. И мы выходим в этот мир как хозяева. Хозяева, которые отвечают за все, за все хозяйство. И прежде всего за людей. Мы не должны где-то и как-то, чтобы кому-то казалось, что мы относимся к другим народам с надменностью. Наоборот, наше изучение делает их важными. Мы знаем, что без вот этих народов и без других созданий жизни невозможно. Не было бы вообще ничего. Если бы Всевышний хотел только нас, так мы были бы одни. Он бы сотворил мир с нами. Он нет, он сотворил его так, как он есть. Каждый имеет свое назначение и свою цель. Каждая мелочь. Нет ни одной мелочи, которая кажется мелочью, чтобы это каким-то образом не влияло на очень крупное решение Всевышнего. И тогда наша жизнь будет насыщена всем тем, что нам обещала Тора. То есть мы будем счастливы, мы будем спокойны, мы будем радостны. А когда где-то что-то не так, и все бедствия, которые человечество знает, либо в виде войн, либо в виде другого зла, либо даже в виде природного, когда что-то происходит в природе, какие-нибудь уриканы, ураганы, какие-нибудь, как в последнее время было, очень часто бывает, как все это появляется вдруг в природе, и люди гибнут, очень много людей гибнут, и разрушается все, люди остаются несчастными, это все не делается само по себе, это все связано с этой системой, система нашего поведения, мы главная шестеронка, а от нее уже к ней персоединяются другие. С таким чувством и с таким понятием мы должны просыпаться утром, ложиться спать и целый день работать так, целый день служить вот так Всевышнему. Один служит тем, что он находится в Ешиве целый день, изучает Тору, изучает хасидизм, другой служит тем, что он находится в армии, то же самое, это необходимо, кто-то еще занимается в университете, кто-то еще работает на заводе, кто-то еще работает в поле, то есть все, что мы знаем в жизни, создано для того, чтобы служить Богу, а служить нужно нужна всей душой. Любая работа должна сопровождаться Аллахой, нужно торговать честно, и в Торе это написано на каждом шагу, чтобы у тебя не было гиры килограмма, на самом деле там девятьсот пятьдесят грамм. Одна такая, одна такая, нет. Это запрещено, это открытым текстом написано, который вписанный. И то же самое относительно других законов. Нужно давать сдаку десятину, или кому Всевышний дал больше, он должен давать двадцать процентов, пятую часть. А еще кому-то нужно, можно делиться почти наполовину, смотря до какой степени богатства ты доходишь. И все это определенно в Торе. То, что потом впоследствии произошло, и люди стали придумывать какие-то другие законы, начиная от религиозных законов, и переходя потом в гражданские законы. Это было грубое, причем глупое нарушение, которое послужило против нас, против человечества. Так это все шаббат брэйшит. Три главных центра, с которыми мы должны выйти из субботы брэйшит. Это то, что, во-первых, один, это важно знать, что мир, материальный мир, и все, что мы видим физически, это не кажется, оно и есть. Второе, мы должны желать, чтобы это все происходило, и чтобы это себя вело так, чтобы этому было хорошо, чтобы все были рады этому. Мир был сотворен для евреев и для торов. Другой цели у Всевышнего не было. Всевышний хотел, чтобы выполняли все заветы торов, которые могут выполнять только евреи или через евреи, все народы. Написано в Танахе, что когда придет Мессия, тогда все люди будут служить Всевышнему плечом к плечу все народы. И мой храм, третий храм, который будет скоро выстроен с Божьей помощью, он будет служить домом молитвой для всех народов. Все народы будут приходить. Будут правила поведения по религии, на них не лежит все, что лежит на нас. Они могут себе тоже придумывать что-то, но обязательно не идолопоклонничество. Они должны придумать относительно их семи указов, которые есть для народа, для НОАХа. В Туаре очень много говорится об этом. И в этих указаниях они должны быть строго исполняться. Как, должен быть суд на земле. То есть судебное производство должно быть. Не может быть анархии. Анархия это против заветов народа. Против того, что Бог завещал другим народам, обещал, что если они будут выполнять, им будет хорошо, если нет, будет плохо. Надо хорошо, хорошо помнить, что семья, семья это святое дело, которое было указано Всевышним. Плодитесь и разомножайтесь, сегодняшний Порошат Брешит говорится об этом. И об отношениях мужчины и женщины тоже говорится сегодня. если бы Всевышний сказал о запрете кушать плоды дерева познания, если бы это слышала тоже Хава, Ева, а не только Адам, так этого бы не случилось. Интересно. А почему? И вообще кто сказал, что она не слышала? Если мы посмотрим хорошо в текст Торы, там написано, что сначала он создал человека и наказал ему, ты пойдешь в Ганейден, в сад, вот в этот, там есть много деревьев хороших, красивых, вкусных, кушай все плоды, только не кушай плод познания. Но ее тогда еще не было. Хава тогда еще не была сотворена. В нашей парше рассказывается, что она сотворилась позже чуть-чуть. И сотворена она была из части Адама. То есть когда в первый день, когда они были сотворены, это был один организм, сотворенный с двумя лицами. два лица там было. Одно было Адама, это был красивейший человек, в истории еще не было таких красивых, как он. И была она, женское лицо совершенно неземной красоты. Второй такой тоже не было. И когда мы читаем в Торе, что он велел потом выразить из его ребра Адама, имеется в виду, что он их отделил таким образом, что она имела качество женщины, то есть она должна была рожать детей. И ее организм был построен так, что были плечи, потом сужалась, а потом расширялась. Это все для того, чтобы ребенок сохранялся где нужно. И все это должно было делаться без зла и без горя. И они должны были участвовать оба в этом производстве. И они оба так участвовали. И они не ощущали, что они делают что-то похабное. В этом нет ничего похабного. Точно так, как есть митва зажигать свечи или одевать фильм, была эта митва, которая про рву, плодитесь и размножайтесь. И система была такая, как это, почти, как это сегодня. если бы они не нарушили поедание плода, то все было бы нормально. Все было бы так и дальше. А тут началось. Это не то, что это создало новое зло. Это написано, что это перенесло замешательство во всем творении. Этот грех сделал такое замыкание, что все свернуло, все скрутилось, никто не знал, где что лежит и как быть. А потом началось наказание. Опять-таки началось наказание, как отец наказывает детей, как родители наказывают детей. пришло наказание, как очистить Еву и как очистить Адама. Ева должна была быть очищена с продолжением потомства. Беременность, роды, то, что у женщины имеется месячные, все это за счет женщины. А мужчина был наказан, может быть, даже намного больше, может, еще горше, чем женщина. Ему суждено не только потеть и уставать, но с горечью обрабатывать землю. обрабатывать землю имеется в виду. Не написано обрабатывать землю, а написано, что ты будешь кушать свой хлеб с таким большим потом, с очень большим утруждением и трудностью будешь кушать свой кусок хлеба. То есть, как мы это видим и знаем. И вот так началось. Началось и поехало. Но они продолжали жить и продолжали служить Богу. как дойти до цели, для чего Всевышний создавал мир. И тогда что произошло? Всевышний сотворил Адама на горе Амурья. Амурья это та гора, где потом был был чуть ли не вознесен к Всевышнему как жертва Исаак на Шицхаковину на той же самой горе. Это та же самая гора, где был потом храм. Это та же самая гора, которую оскверняют чужие, чужие, которым нельзя ступать туда. Ступать туда нельзя. Кому туда нельзя ступать? Во-первых, сегодня никому, потому что мы все нечисты по законам нашим. А нельзя ступать сегодня евреям. Есть определенные места, куда евреи могут подняться. Есть очень много законов об этом. И эта гора существует до сегодняшнего дня. То, что постигают на эту гору другие народы и другие иноверцы, это ни о чем не говорит. Наоборот, они делают то, что зло должно делать, чтобы нас закалить, чтобы нас окрепить, и чтобы Всевышний видел, что мы стоим перед этим испытанием, так же, как Исаак стоял. Исаак стоял перед этим испытанием, когда его уже положили на жертвенник и развели вокруг него костер, эти ветки принес, сухие ветки, которые должны были загореться. И он был связан по рукам и по ногам, и Авраам вознес нож, и тогда Всевышний сказал остановись. Ангел ему сказал. И написано в Исаак просился хоть чуть-чуть порежь, если я не имею достоинства быть полностью вознесен к Всевышнему, ты хотя бы немножко, пролей чуть-чуть моей крови. Нет, нельзя. Этим мне не служат. Мне служат именно живыми, целыми, неранными, нераненными и, конечно, конечно, не кровью. Кровь это очень важный момент в иудаизме, что ее даже нельзя, ее ни в чем использовать нельзя. То, что потом выдумали те же самые друзья наши, что мы пьем кровь и вмешиваем это в мацу, это все ситра ахра самое глубокое. Ситра ахра это другая сторона. Это сатан, сатана, который прилагает все усилия и бьет и пытается бить нас туда, чем занимаются другие народы. И чем они занимались, они думают, что этим они нас победят или так или так. Но дело не в этом. Я не хочу сейчас об этом говорить, входить в это. Я хочу только одну вещь сказать. Он сказал так, товарищи, вы здесь провалились, а теперь идите дальше, вон туда, на ту гору и будете там делать свое дело дальше. я с вас не снимаю ваши обязанности и ваши обязательства. Будете продолжать. Ну что? Раньше это было в таких условиях, что вы были в раю, а сейчас будет немножко трудно. Будете на горе и там и все. И тогда Адам немножко был удручен. и он умолял Бога. Он ему сказал, что получается Ребейна Шилейлом, что получается великий Бог, что я согрушил и теперь мне прощения не будет. И тогда Всевышний ему сказал, с этого момента, с этого момента, чтобы ты знал, есть тебе прощение. Ты чист, как в первый день твоего сотворения. Вот когда тебя сотворили, ты был чист, вот так ты чист сейчас. То есть он его простил. Мало того, что он его простил. В Кабале написано, в хасидизме это очень широко объясняется, что все наши души, абсолютно все еврейские души проходят через Адама, через первого человека. Каким образом? Вот он как был, в него вложили, в него было вложено все еврейские души, которые есть, которые были в духовном мире в высших степенях, все вошло в него. И теперь каждый раз, когда человек рождается, рождается у него от какой-то степени водами рождается его душа. Вот, например, поэтому мы видим большую разницу в категориях душ между первыми нашими великими учеными и дальше. Поэтому из поколения в поколение все становится ниже, ниже и ниже. И мы вроде бы должны представить себе образ головы. Сначала вот здесь, где мозг. Души шли оттуда. Потом ниже. Потом еще ниже. Потом еще. Пока все, лицо не закончится. Каждое поколение это выходит откуда-то оттуда. В то время, когда это было, потом это переходит в плечи. Потом это переходит еще ниже, еще ниже, еще ниже, еще ниже, и пока это доходит до пяток наших ног. И тут написано в хасидизме, что сегодняшние души, все, они происходят из пяток Адама решенность. От Адама происходят наши сегодняшние души. То есть это самое низкое, что может быть. Но интересно, когда Всевышний все это показывал Моисею, Моисей знал все это, всю эту технику, всю эту технологию, он все, все знал. Знал ее также до него Авраам, Авраам вообще написал целую книгу про сотворение мира, называется Сефер и Тира. И он, Адам, Мушер Абейнов смотрел на это все, и он позавидовал. Кому он позавидовал? Он вообще никому не завидовал. Ведь он такой скромный человек, что написано в конце того, что мы читали в Творы, написано, что он был очень скромным в Аиш Муше Анав Мелод Микол Адам Ашироп Ни Адаму. Этот человек Муше, он был человек, он был скромнейшим из всех людей, которые были на земле. И он вдруг позавидовал. Всевышний немножко поднял века. И Муше ему говорит, кому я завидую? Я завидую вот этим пяткам. Вот эти души, которые произошли от пяток, это последнее поколение. Почему я им завидую? Потому что то, что они сделали для иудаизма, никакие поколения не могли сделать. Никакие поколения не могли устоять перед этим испытанием, перед которым я вижу эту картину, как они ее пройдут. И поэтому именно им я завидую. А все эти высокие поколения, которые прорвут все. И именно они приведут мощь реха. Именно они приведут нас к новой атмосфере и к новой сфере жизни. Новый механизм будет, новые измерения. И тогда заполнится мир знанием Всевышнего, как вода заполняет море, как моря заполняет море. И дальше, когда это происходит, мы должны помнить еще одну вещь. Ведь конец связан с началом, и начало связано с концом. Во всем это большое правило в Кабале. Мы как-нибудь заденем эту тему еще. Дай Бог, чтобы мы продолжали очень долго. И тут есть очень интересная вещь. Какая первая митва, сказали? Про урву, правда? Плодитесь и разомножайтесь. И написано так, что Машиях не придет, пока не кончатся все души в организме Адама. То есть пока не будет исполнена эта митва полностью. окончательно пру, урву, милу и тарыц и заполните мир, весь мир, всю землю. А как мы видим, что этому противится? Что одна из таких мощных порядочных вещей, которые мир выдумал, зло выдумало? Это надо делать аборты, нельзя делать большую семью, семья должна быть рассчитана, поднялись организации, рассчитать обязательно, как мы можем родить больше, чем двух или трех детей, как можем иметь десять детей, или шесть, или семь, надо рассчитывать, с чего они будут жить, а тот, кто дал тебе жизнь, он будет заботиться за тебе, он тебе даст так же доход такой, чтобы ты мог жить. Я знаю, у нас в Архабаде люди, которые имеют по двадцать детей, и по восемнадцать, и по шестнадцать, у нас самих, слава Богу, тоже в семье по семь, по восемь, по девять детей, моего старшего сына уже девять детей, и слава Богу, мы работаем, мы не попрошаемся ни у кого, нет, и все так, в Архабаде у одного, которого я сказал, восемнадцать или двадцать детей, он занимается сельским хозяйством, у него, у него поляна, сегодня это не так идет, но у него много пчел, он пчеловод, продают мед, так это все близкие нам вещи, товарищи, давайте превратим это в действительность, в действие, митва, пру, рву, плодитесь, размножайтесь, и имейте от этого только удовольствие, и будете иметь удовольствие и здоровье, естественно, все должно идти по, по, согласно советам врачей, если, не дай Бог, женщине нельзя рожать, так она не должна рожать, если есть опасность, кроме природной опасности, каждая рода это опасность, каждая рода написано, женщина находится чуть ли не в 60%, больше, чем 60%, от смерти, каждые роды, но то, что природно, Всевышний за это отвечает, он дает, он дает иншурность, дает страховку, товарищи, будьте здоровы, на следующей неделе, я думаю, что мы еще очень много недель будем разбирать сегодняшнюю паршу, каждое слово, чтобы мы знали то, что это очень интересно, я не собираюсь от этого уходить, мне самому хочется подняться, будьте здоровы и счастливы, обязательно, это, это, указание, вот через меня она сейчас идет Всевышнего, Всевышний указывает, мне скажи им так, я раньше не думал так, будьте здоровы и сладко, чтобы вам было во всем, в этой митве платитесь, разумножайтесь и в других местах тоже старайтесь, женщины, пусть стараются зажигать свечи перед субботой, женщины, девочки, пусть стараются, мальчики, пусть стараются одеть тфил, немножко, каждый, чтобы взял понемножку, пусть и здоровы, крепко вас всех обнимаю. субботитры, 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 субботитры,